Доброго всем времени суток. Скажите, пожалуйста, как меня слышите? Если слышите хорошо, поставьте, пожалуйста, десяточку. Все, замечательно. Спасибо огромное. Спасибо огромное, что вечером вы пришли на это обучение, потому что сейчас очень много обучения в нашей компании. Но, с другой стороны, я думаю, что это тоже очень такая важная школа, потому что эта школа даст нам возможность конкретно уже правильно работать с клиентской базой. Вот, ну, немножечко чуть-чуть о себе, да, потому что здесь уже написано, кто я. Но самое основное достижение мое – это тренинг-центр на Байкале, круизная яхта, и все заработано, эти деньги заработаны в нашей компании. Поэтому это, наверное, очень важно, и поэтому, может быть, вот моя школа, она многим пригодится. Почему? Потому что все-таки это связано, ну, с большим опытом работы вот именно в нашей компании. Я хотела бы вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вот компания наша очень много денег вкладывает в рекрутинг, да. А с другой стороны, разные очень у нас много бонусов, разных подарков и так далее. И как вы думаете, для чего это делается? Ответьте, пожалуйста. Да, я хочу сказать, вопросы пишите вверх, а ответы, которые задаю вопросы, я вниз. Скажите, пожалуйста, для чего делаются вот эти вот все огромные вложенные деньги в компании для того, чтобы вот зарекрутировать по рекрутингу там тысячи рублей. С другой стороны, очень много разных акций, бонусов и так далее. Как вы думаете, для чего это? Мотивация. Мотивация на что? Для роста команд, да. Продаж. Самое основное это делается для того, чтобы у нас не просто так же деньги бросает компания, для того, чтобы у нас и не просто, чтобы росла структура, но в то же время, чтобы был хороший товароборот, чтобы мы росли и по квалификации, и в то же время, чтобы у нас, ну, росли чеки наши. Согласны? Конечно, согласны. А теперь вот так же вопрос. Вот скажите, пожалуйста, я потому что сделала анализ, да, анализ в личной группе, анализ своих, в общем-то, директорских структур, и пришла к такому немножечко плачевному вот состоянию. И хотела бы задать вопрос, может, у вас другое состояние вашей личной группы? Скажите, пожалуйста, вот последние три периода, сколько человек из вашей личной группы, из вашей личной группы, сколько человек вышли на девятый шаг стартовой программы? Есть такие люди, сколько человек вышло вот за последние три периода, чтобы у вас вот кто-то, вы же поздравляете, наверное, людей, потому что вот стартовая программа, да, ты девять шагов сделал, и поэтому поздравления. Сколько человек у вас вышло? Есть такие из присутствующих здесь? Нет? А давайте за полгода. А за полгода, вот полгода прошло, есть сколько человек у вас вышло на девятый шаг стартовой программы? Тишина. Это говорит о чем? Давайте я сейчас посмотрю еще внимательно, может быть, все-таки кто-то есть? Так, больше клиентов, да. Ну, пока не вижу. Пока не вижу. Отсюда следа... Так, что у нас, Татьяна, да? А, нет, нет. Так, и теперь хочу вас спросить. Вот не задавали ли вы себе вопроса такого? А для чего у нас стартовая программа? Почему мы, вот, стартовая программа, огромные, великолепные подарки, да, а девятый шаг, это он даже еще больше, чем оплачивает человек, великолепные подарки, а мы не пользуемся этим. А потому что, друзья мои, мы ударились в рекрутинг, но совершенно забываем о том, что довольный покупатель, довольный покупатель, он гораздо, он гораздо больше принесет пользы и нашей компании, и в то же время нам, да. Вот уже доказано, что 20% вот покупателей приносит 80% прибыли. И довольный покупатель, довольный покупатель, он, ну, если он доволен вами, да, то он менее привередлив, он не будет там придираться к тому, что там с доставкой что-то, да, или, допустим, там, что-то, какие-то дефекты или еще что-нибудь. Он, на самом деле, очень многие косяки, ваши косяки, наши косяки, да, там и так далее, он, в общем-то, их, ну, прощает. А недовольный покупатель, он уже непосредственно дает возможность, ну, своего негатива высказать, вам высказать, и еще где-то уже статистика доказана 50 людям другим. Поэтому, так что здесь наша задача просто понять о том, что если у нас есть много довольных, хороших покупателей, то, значит, это привилегированные покупатели, потому что у нас сейчас их огромное количество, да, то, значит, отсюда следует мы, в общем-то, в шоколаде. И я хочу просто сейчас, минуточку. У нас, у меня вот такая вот интересная школа, да, я думаю, что как раз так, как я убедилась, что здесь, в общем-то, даже за три месяца и за полгода я не увидела ни одного человека, который вышел бы на девятый шаг стартовой программы, отсюда следует, что эта школа как раз будет для вас. Потому что если у вас будет много тех покупателей, которые будут довольны и которые будут постоянно покупать, то отсюда следует, что уже и ваш товароборот будет увеличиваться, да, и не только будет стабильным, все больше и больше будет становиться, но и в то же время будет рост ваших лидеров. Поэтому эта школа, она и запланирована для того, чтобы, в общем-то, может быть, сказать вот так вот, что дать возможность, да, задачи школы запустить или подтолкнуть даже настоящий рост прибыли и доходов через увеличение числа преданных покупателей и, в общем-то, рост квалификации наших лидеров. Вот такое название, да, эффективная работа с клиентской базой и за три месяца увеличение товароборота или рост директора, да, на 3000 баллов. Поэтому я просто докажу вам, что это действительно все реально, все это возможно. Так, сейчас, минуточку. Ну, и я хотела бы вот вам сказать, мне очень нравится институт Галлопа, это американский институт, это независимый бренд, ему уже более 80 лет, и он сделал, ну, можно сказать, что сделал анализ, в общем-то, по... огромное количество, более где-то, ну, миллиарда, наверное, было потребителей изучено, и, в общем-то, был сделан анализ. Статистика по уходящим клиентам. То есть 1% умирают, 3% переезжают, 5% ищут альтернативные варианты, 9% начинают сотрудничать с нашими конкурентами, а, значит, 14% не удовлетворены продуктом или послепродажным сервисом, и обратите внимание, что 68% недовольны отношения к ним, отношения к ним с вашей стороны. То есть отсюда следует, если вы проанализируете свои структуры, свой рекрутинг, да, и вы поймете, что это на самом деле так, потому что вы про них забываете, вы опять начинаете подписывать новых, потому что у нас великолепные акции, великолепные бонусы и так далее, и новых, 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 и забываете совершенно про тех, которых когда-то вы подписали. И поэтому получается о том, что если бы вот эти 68%, они были бы у вас довольны покупателям, представляете, что бы было с вашими структурами. И так же я, так как люблю вообще читать, очень много я читаю, именно информации, которые дает институт Гэллопа. И вот, в общем-то, также была вот такая вот статистика, которую они дали, что существует иерархия к сердцу нашего покупателя. Это первая, это ступенька, ну иерархия как ступенька, да, это точность, потом доступность, сотрудничество, и потом переходит уже вот четвертая ступенька, это совет. Вот теперь я просто хочу вам сказать о том, что, конечно, наша задача, чтобы мы нашли очень хороший контакт со своим вот покупателем, да, привилегированным покупателем, и чтобы, в общем-то, у нас была четвертая ступенька. Но если у нас не будет первой, второй, третьей ступеньки, то он на четвертую к нам не поднимется, к нашей душе. Вот смотрите, что такое точность? Точность, если мы говорим своему покупателю, ну, допустим, доставку, доставим продукцию тебе там туда-то, или там, допустим, каталог, или еще что-нибудь, а на самом деле это забываем или назначаем время и не выполняем, то отсюда следует, что уже покупатель первая ступенька не прошла, и он уже доверять нам не будет. И поэтому, так что здесь, в этом отношении, это нужно обязательно учитывать при работе со своими клиентами, со своими покупателями. А покупатели, они обычно у нас уже зарегистрированы, это привилегированные покупатели. Следующий – это доступность. Доступность – это зачастую у нас бывает, что вот почему очень легко сейчас работать в нашей компании, ну, можно через интернет заказать, тебе через почту, и почта тебе доставит, доставка очень великолепная и так далее. Поэтому то, что здесь, доступность – это в нашей компании очень хорошая логистика. Ну, часто бывает, что вы, как руководители пунктов выдачи, да, вы начинаете, ваша, ну, задача, чтобы еще и прибыль была у вас от пункта выдачи, и вы начинаете, несмотря на то, что, может быть, этот человек, он вообще живет в другом конце города или у него другие пункты выдачи рядышком, но вы все равно его регистрируете и говорите о том, что вот давай обслуживайся у меня. Поэтому это тоже нарушение, и обратите внимание, сколько людей, которые зарегистрировались у вас и которым вы, в общем-то, не создали, можно сказать, доступности, да, получения продукции там и так далее, они просто ушли, а вы про них даже и забыли. А третья ступень – это сотрудничество. Это когда вы начинаете уже непосредственно узнавать, вот, очень хорошее знание у вас будет с потребностей, да, покупателя, и вы начиная, и он уже знает о том, что можно с вами посоветоваться, вы можете что-то посоветовать там и так далее. То есть уже это сотрудничество у вас, оно как будто бы ближе уже начинается, не просто контактирование с клиентом, но в то же время вы начинаете уже, вот, ну, он начинает прислушиваться к вам. И четвертая ступень – это совет. Это когда вы для него уже эксперт. Вы уже можете посоветовать все, что вы хотите, потому что, ну, не надо говорить, что все, что вы хотите, конечно, зависит от того, что вы очень хорошо знаете его потребности, и уже непосредственно он знает о том, что вы не посоветуете ничего плохого. Он к вам обращается как к эксперту. Поэтому это вот и тогда, это вот как раз и есть то, что вы можете составлять ему программы, вы можете ему уже давать те советы, которые, чтобы увеличился у вас и товарооборот, и с другой стороны, чтобы у вас уже непосредственно были вот такие вот дружеские отношения, и он будет, в общем-то, делать очень хорошие закупки и станет вашим, можно сказать, что любимым покупателем, а вы у него любимым экспертом по нашей продукции, по нашей компании. Поэтому это очень важно. Ну, и теперь просто хочу вам сказать о том, что на самом деле директором, вот у нас очень много, ну, вот сейчас вот очень, сейчас такое положение, что сложно работать на земле, да, так, потому что коронавирус и так далее. Но я, если вы хорошо будете работать и правильно работать с клиентской базой, я уверяю, что у вас квалификации повысятся, и у вас немало людей, которые станут директорами. Вот, и я поэтому вас сейчас просто вам расскажу, это, в общем-то, действительно уже это на примере собственном там и так далее. Вот, если у вас будет три, вы берете трех человек, трех человек-лидеров, которых вы научите правильно работать с клиентской базой, они будут делать по тысяче баллов, вот, три человека, и вы уже директор. Или же, допустим, у вас есть лидеры, да, которые стремятся уже к тому, чтобы стать директором и так далее, вы тоже научите их, чтобы они взяли трех человек и уже ввели их вот до тысячи баллов. Как это сделать, я сейчас вам, в общем-то, расскажу. Вот, смотрите, очень интересно, да, если у нас, ну, у нас великолепная и логистика великолепная, и с другой стороны все написано вот в наших отчетах, сколько человек, какая у нас активность, да, там и так далее. И вот если у вас сто человек будет делать по десять баллов, в основном новички у нас, у мной, многие новички, они делают по десять баллов, да, поэтому, так что здесь и, если вы, как говорится, просто даже начнете работать с этим человеком, и, ну, что-то даже небольшое будете предлагать, да, они обычно берут с акциями, когда акции, подарки и так далее. Вот, смотрите, сто человек, это по десять баллов, если я еще раз хочу сказать, если вы начнете работать с клиентской базой, это уже будет тысяча баллов. Ну, а есть вот у нас, например, если в марафоне, да, по марафону, допустим, взять, у нас, если вы организуете марафон, или ваши люди там, да, также подключатся, те, которые будут участвовать в этом марафоне, вот смотрите, 20 человек, а в марафонах вот стройности 50 баллов, ну, это минимум, потому что все берут больше 50 баллов, потому что у нас великолепная продукция, коктейли, супы, батончики и так далее. Великолепная продукция Wellness. И вот, смотрите, 20 человек, 20 человек всего, да, а вот в клиентской базе, с которой можно великолепно отработать, это уже тысячи баллов. И вот еще один у меня, потому что это просто я на примере рассказываю, если три человека делают по 100 баллов, да, пять человек по 50 баллов и 30 человек по 15 баллов, ну, это в среднем все я беру, то это значит тоже тысячи баллов. То есть, значит, вот три человека, которых вы берете, вы их ведете по клиентской базе, по работе с клиентской базой, чтобы было все это правильно. И вот, пожалуйста, вам, в общем-то, директор. Как это сделать, сейчас я просто вам расскажу. Конечно, нужно знать, что такое, почему, и почему действительно с клиентской базой работать очень-очень даже выгодно. Вот преимущества владения технологией. Ну, во-первых, конечно, свободный график работы, потому что если у вас клиентская база, да, и вы знаете, что это, ну, уже нашли контакт, у вас уже, как говорится, вы правильно работаете с клиентской базой, вы можете, свободный график работы, вы можете в любое время работать. Можно передать и научить работать с клиентской базой любого желающего за два дня. С этой системой могут работать и дети, и пенсионеры, инвалиды, сидящие дома. Поэтому любых вы можете подключать, научить, и они начнут у вас работать. Ну, и, конечно, благодаря клиентской базе вы можете приобретать надежных, хороших друзей, получать материальное и моральное вознаграждение. Поэтому вот плюсы, да, и также еще преимущества. Это стабильное увеличение товарооборота, подключение новых клиентов, увеличение суммы закупок клиента, планирование своего времени составления маршрута движения, и ваш клиент не уйдет другим, планирование покупок клиента и более эффективное использование инструментов бизнеса. У меня есть одна женщина, она, в общем-то, в Тюменской области, которая великолепно работает с клиентской базой своей, и, честно говоря, что у нее зарплата, ну, наверное, приближается к зарплате бриллиантового директора. Поэтому нужно просто действительно знать о том, что возможность у каждого из нас работы с клиентской базой не только есть, но нужно просто взять и действовать, и работать. Как это работать? Вот сейчас я вам тоже скажу. А, да, кстати, также вот Институт Гэллопа, он сделал выводы, что процветать будут те компании называться глобальными не по размерам активности и даже не по продукции, но по роли людей, из которых она состоит, и по тому, как они устанавливают тесные связи с клиентами. Это еще раз доказывает, что работа с клиентской базой, она очень важная. Ну и вот теперь мы давайте перейдем к тому, как отбирать людей, потому что часто бывает, я даже по себе знаю, часто бывает, что мы ставим ставки на лидеров. Ай, да Петов такой крутой будет лидер, у него будет такая крутая команда, он у меня там на квалификацию пойдет и так далее. И очень много-много-много времени уделяем этому человеку, а в итоге он, ну, честно говоря, вообще и сдувается, и, в общем-то, потом даже мы не можем даже до него дозвониться. Поэтому я думаю, что это не только у меня, это, в общем-то, у многих из вас так было. Поэтому смотрите, кого нужно привлекать вот к тому, чтобы уже работать с клиентской базой. Поэтому, чтобы... Здесь у нас успех в работе с клиентами, это тоже... Ну, не каждый сможет вот так вот. Не каждого нужно вести из лидеров, потому что отберите трех лидеров, чтобы их... И посмотрите на них, да, чтобы у них были личные качества, я сейчас скажу, какие, чтобы экспертность, отношения, чтобы техники. Вот смотрите, это вот эти четыре позиции, которые должны уже непосредственно иметь те лидеры, которые, в общем-то, которых вы отбираете для того, чтобы научить работать с клиентской базой. Смотрите, личные качества. Это скромность. Зачастую мы, знаете, думаем о том, что вот правда, я сама точно так же. Если какой-то человек там у меня появился, который очень хорошо говорит, громко говорит там, там и так далее, я думаю, ну все, это вообще на самом деле лидер. Друзья мои, вот именно, вот запомните, пожалуйста, для того, чтобы работать с клиентской базой, вы отбираете других людей. То есть не тех, кто много говорит, а наоборот, того человека, который умеет слушать. А вот это очень важно. Мне важно даже, чтобы у него там великолепная речь была. Дальше. Личные качества, скромность, добросовестность, нацеленность на достижение цели, любопытство, не слишком высокая общительность, отсутствие разочарования, отсутствие чувства неловкости. Поэтому вот это очень важно. Дальше. Ну, конечно, экспертность. Это когда знание о компании, о продукте компании, о достижениях, потому что, ну, это вы прекрасно понимаете о том, что если вы берете человека, который будет работать с клиентской базой, то естественно, что вот эта экспертность, она очень важна. И, конечно, отношение к компании, потому что, что, как вы думаете, как можно установить тесные связи с клиентом именно по отношению к нашей компании, к нашей продукции. Ведь задача, вот клиентской базы, задача, вот ваша задача для того, чтобы не просто же работать с клиентами, чтобы они делали товарооборот нашей продукции, чтобы он увеличивался каждый раз. И, конечно, техники. Это умение составления правильно читать, скрипты, умение отвечать на вот разные возражения и так далее. Но это нужно подготовить. Это не так страшно, это не так сложно. Правда, если вы правильно выберете людей, потому что, если вы, в общем-то, выберете тех людей, которые действительно хотят, я почему и говорю о том, что почему очень важно, чтобы человек знал о том, что для чего... А, я сейчас вам еще слайд, вот здесь следующий будет. Потому что он... Если очень много людей, которые... Которым, когда мы говорим о том, что вот давайте будем работать вот в нашей компании, вы будете получать там огромные деньги. Знаете, люди закрываются, потому что столько предложений с разными компаниями, которые обещают, ну, маму небесную и так далее. И поэтому я просто хочу сказать о том, что очень много вот таких людей, когда говорят, хочешь иметь добавочный, ну, доход, 9 тысяч, 10 тысяч. И человек говорит, ну, да, в общем-то, это... Есть много людей, которые предпенсионный возраст, пенсионный возраст, и которые говорят, ну, в общем-то, да, давай, я, в общем-то, согласна. И тогда вот вы их начинаете обучать. Но смотрите, они обязательно, вот всегда, друзья мои, это очень важно, понять то, что человек должен знать, для чего. И вот эти вопросы, которые, чтобы, когда вы приглашаете человека, когда вы с ним разговариваете, перед тем, как его обучать, ему, в общем-то, он вам... Вы ответьте очень, и он вам, он может вам и не задать эти вопросы, да, но в голове они у него так и так будут. Что я буду иметь, какое вознаграждение, за какой товарооборот, смогу ли я, можно ли этим заниматься свободно от работы время, что мне нужно делать, сколько времени мне нужно уделять этому делу, кто мне будет помогать, какие мне нужны инструменты для работы, сколько времени уйдет на обучение, место для работы. То есть, короче говоря, вот это, вот эти вопросы, ответы на эти вопросы подготовьте заранее. То есть, выбирая лидеров, трех лидеров, я еще раз хочу сказать, вы уже вот эти вот ответы на эти вопросы, вы подготавливаете для того, чтобы у него в голове уже все было четко и понятно, что делать, как делать, за что делать, и какие у него будут уже условия для работы. Это тоже очень важно. Ну, а теперь я просто хочу сказать о том, что как для того, чтобы, как вы думаете, вот чтобы знать, вот какие потребности, вот ответьте мне на вопросы, какие потребности могут быть у разных клиентов. То есть, вот какие потребности, потому что всегда мы говорим о том, что вот нужно знать потребности клиента. Вот ответьте, пожалуйста, какие потребности могут быть у наших клиентов. Постраней, давайте еще. Какие потребности? Ну, постранеть у кого-то, кто, да, убрать прыщи, еще что. Ход за лицом, еще. А молодица. Ну, еще какие. А теперь давайте заработать, да? Ну, разные, да, потребности. Теперь скажите, пожалуйста, от чего зависят потребности покупателей? От чего зависят потребности покупателей? Это очень важно. От чего зависят потребности покупателей? Вопрос. От чего зависят потребности покупателей? От их боли, правильно, да, от их боли еще. От денег, да, решили закрыть, да. От денег может зависеть от образования, да, от возраста, да, от него самого. Потребности, да, от желаний. Поэтому здесь потребности, на самом деле, почему я вот этот вопрос вам задаю? Потому что он очень важный вопрос, что мы должны знать, от чего зависят потребности. И вот поэтому, вы знаете, мне, почему у меня вот картотека, она такая интересная картотека, я потом чуть-чуть попозже еще вам расскажу. Она потому что действительно зависит, картотека, она у меня красочная картотека, такая вот, честно говоря, как вот в библиотеках раньше были, но с закладочками. Потому что там как раз вот, в общем-то, и будут вот такие картинки, которые будут рассказывать о потребностях, да, наших клиентов. А потребности, я еще раз говорю, зависят, в общем-то, от многих вот таких факторов. И вот для того, чтобы знать потребности клиента, также мы заполняем, вот, кто-то заполняет в онлайн. У меня тоже есть в онлайн заполнение, но, знаете, вот честно вам говорю, что, когда смотрю, мне кажется, какая-то простыня, и все какие-то все одинаковые. А когда вот отдельно заполнишь карточку, да, на вот клиента, да, и уже будешь знать не только его потребности, ты будешь знать его уже семейное положение. А наша же задача – выйти на четвертую ступеньку, да, вот отношения к клиенту. И вот обратите внимание, вот самое основное, вот обратите внимание, самое последнее. Когда вы заполняете, этот человек, может заполнять он сам, потому что я сейчас вот по марафону хочу предложить всем, которые мы марафон ведем, чтобы они заполнили сами, потому что какие-то графы они заполнят, какие-то, может, они не захотят пока заполнять. Но самое основное, что, в общем-то, нужно знать как можно больше о человеке. И смотрите, когда вы общаетесь с человеком, ну, это разно, да, вот это может быть и родственник, может быть, это друг, и может вообще человек, которого зарекрутировали на улице, обязательно вот спросите у него, да, время, когда ему можно звонить. И запишите это прямо при нем, когда ему можно звонить. То есть, допустим, можно я вам буду звонить два раза в каталожный период, да, допустим, по каким дням, ну, по понедельникам, он говорит, по каким, в какое время, ну, в 16 часов, потому что в 17 уже там нужно ужин готовить и так далее и тому подобное. И при нем же вы записываете, потому что вот это вот очень важно. Я честно вам говорю, что потому что, чтобы человек потом не подумал о навязчивости и так далее, а если вы правильно будете звонить и говорить, я звоню вам, назначенный вами день и время, я там скрипты некоторые вам дам, я не буду их зачитывать, вот. И тогда он подумает, это первая ступенька, это точность, он подумает о вас, ну, вы, какая вы молочина, да, потому что вы точно, вы точны, вы сказали о том, что как договорились, так, в общем-то, вы и звоните. Поэтому это очень важно. И здесь вот у нас несколько разных карточек. Сейчас, минуточку, опять я. Несколько разных карточек, и поэтому карточки, они на разных клиентов. Вот смотрите, вот у нас, например, карточки те, которые на просто вот выстретили, да, человека там или родственников и так далее, вот такая карточка. Вторая карточка у нас, вот посмотрите, это уже первая часть, первая, которая страничка, это та же, которая, в общем-то, которую я показывала, а вторая страничка, она уже другая. Вот посмотрите, здесь уже мы обозначаем, вот у нас идет марафон, у нас две недели прошло, здесь вот первая, допустим, да, вот это тоже, обратите внимание, это в карточку я заношу, потому что у нас есть электронная табличка, да, но с другой стороны, если я уже куратор, да, я наставник человека, я должна уже непосредственно больше знать о нем. И это, обратите внимание, чтобы это осталось у меня, чтобы я и дальше продолжала контактировать и знать об этом человеке, и чтобы он дальше продолжал делать уже, в общем-то, закупки, да. Закупки какие? Закупки у нас очень много, огромный ассортимент, но с другой стороны, если по стройности, вот у меня и специальная карточка, да, на человека, который, в общем-то, сейчас в марафоне стройности. Вот, обратите внимание, это первая, вторая, третья, четвертая результаты, с другой стороны, цель какая, и также идет уже вот какие, какие достижения, да, какие достижения, что изменилось у человека. Вот это тоже карточка. Вот также мы заполняем вот такая вот смарт, потому что вот все вот, кто был, вот я вижу, здесь уже есть участники нашего марафона, который заполняет вот этот, тоже вот такую карточку смарт, и я тоже каждому, так, тем людям, которые я веду, да, я уже, уже прикладываю к этой карточке вот этот смарт, это уже, в общем-то, цели, да, по смарту. С другой стороны, по смарту, пока эта цель, друзья мои, она связана со стройностью, стройностью, со стройностью, там, в общем-то, а не с другими. Первая цель, которая, она стоит, на, сейчас я еще раз открою, да, первая цель, которая, вот так, вот она, вот здесь вот эта цель, например, уже человека, который, ну, какая цель в жизни у него, здесь вот она стоит, а там уже, которая на обратной стороне, на обратной стороне, это уже вот связано со стройностью. Теперь вот смотрите, я просто сейчас вот хочу показать, сейчас, минуточку, как вот заполняю я эти карточки. Вот, допустим, да, заполняется вот первая, да, страничка, которая на карточку, а потом, чтобы больше знать потребности у человека, вот здесь вот я просто наклеиваю, видите-ка, вот, стикеры, наклеиваю стикеры, которые я заполняю, и потом я могу убрать, она как капуста наклеивается, зато я очень много знаю о человеке об этом. И поэтому эти карточки, они составляются у меня, они составляются вот в коробочку и конкретно уже по целям. По целям, например, есть у меня клуб стройности, да, вот такие вот специально, вот такие, просто я вам сейчас только просто покажу. Вот так в коробочку, да, составляется вот, допустим, клуб стройности и здоровья, да, это здесь программа здоровья, программа красоты, клуб красоты. И вот сюда, сюда я вставляю тех людей, которые прошли, у нас проходит марафон. И отделение, вот, например, и вот такие вот даже отделение. То есть это как игра, потому что как будто вот играешь, да, в игру какую-то. И вот поэтому здесь зато мне не надо будет искать тех людей, где они чего, там, в интернете, там, выискивать. Хотя у меня есть чат, у меня есть канал, где конкретно они отдельно по каждому, там, и размеры, там, и так далее. Но в то же время вот это мне нужно, это для чего? Для дальнейшей работы. Потому что закончился марафон, да, чтобы людей не потерять, чтобы люди уже у меня стали действительно постоянными покупателями, чтобы подойти на четвертую ступеньку, да. Я вот это делаю для того, чтобы о них как можно больше знать их потребности и как можно больше знать информации вот об этом человеке. Поэтому, видите, вот это все, в общем-то, вот такие. Я сейчас просто потихонечку вам там сброшу. И еще раз хочу сказать, чем удобна карточка, потому что это можно менять. Обратите внимание, их можно просто. А вот, допустим, да, вот у меня есть городок пенсионеров, да, вот, городок пенсионеров. Сейчас просто. Вот, городок пенсионеров. Пенсионеры чем? У них разные, да, вот так вот я покажу вам, да. Вот, вот, вот с двух сторон вот так вот у меня стоит. У них, конечно, клуб судоводов, я здесь пишу, да, вот такие закладочки. Клуб садоводов, значит, клуб бабушек, зооклуб и так далее. То есть их интересы. И есть уже вот такой клуб у меня, который специально вот домохозяек, да, там. И, в общем-то, это те люди, которые, в общем-то, ну, маленькие, небольшие у них есть деньги, да, для закупки нашей продукции. Но, зная их потребности, можно, в общем-то, предлагать именно то, что им надо. Поэтому так, что это тоже, в общем-то, это как игра, да. Как игра, вот видите, как оформление картотеки мне вот такое интересное. Ну, и, в общем, очень важно, еще раз хочу сказать, когда вы делаете обзвон, потому что, зная потребности, сделая красочную такую картотеку, комнаты разные, да, для пенсионеров там и так далее, просматривать, нужно просматривать эту картотеку примерно, вот вы записываете, я вот потом покажу вам дневничок у меня такой есть. Вы записываете, когда нужно им позвонить. И вот вы, когда просматриваете, вы перестраиваете, допустим, вот у вас картотека, скоро дни рождения у кого-то, вы раз, у вас есть специально комната торжеств, вот я просто вот так вот, элитный городок, комната торжеств. Вы тогда, вот зал торжеств, да, вот так вот зал торжеств и так далее, вы туда ставите заранее, за неделю, вы ставите уже туда карточки ваших клиентов и уже обращаетесь, вот, ну, зная о том, что день рождения или у мужа там, или у внуков и так далее. Вы что предлагаете? Вы уже конкретно предлагаете, что ту, что поздравляете, да, и напоминаете, может быть, да, о том, что у тебя скоро такой-то день рождения, я предлагаю тот, тот купить. А у вас уже хорошие взаимоотношения и закупки могут быть даже очень хорошие. Обратите внимание, что при звонках, ну, вы уже многие знаете, но вообще, вот, при звонках, естественно, что нужно представиться и спросить, когда, ну, вот, обратите внимание, первое самое, как мы с вами и договаривались, звоню вам в назначенный вами день. Вам удобно сейчас разговаривать? Вот смотрите, вот это очень важно, потому что вот это сыграет, играет очень большую роль, потому что никто, люди не подумают, ой, ты навязываешься там и так далее. Они думают, наоборот, думают, что как хорошо, что вы действительно, в общем-то, человек ответственный, да, и что надежный человек, ну, много хорошего, что о вас подумают, правда. И тогда человек уже начнет не только слушать вас, но, с другой стороны, уже, в общем-то, так как вы знаете его потребности, делать покупки. Поэтому здесь я вам скрипты, ну, там, ну, несколько скриптов дала, я сейчас читать их не буду, поэтому вы просто вот там в презентации их возьмете. Ну, и также вот график обзвона, я говорю еще раз, есть у меня и онлайн, вот график обзвона, ну, и я делаю его специально, есть просто у меня, просто обыкновенная тетра, дневничок, и своих клиентов я называю любимые клиенты. Я думаю, и советую точно так же относиться вам к ним, и поэтому у вас уже будут и по стартовой программе и на девятом шаге и так далее. И вот так вот записываю график и результаты обзвона вот любимых клиентов, вот последний, допустим, да, и пишете, когда вы позвоните второй раз, потому что у вас уже и по графику есть, созваниваетесь, и два раза в каталожный период вы уже обзваниваете и, в общем-то, принимаете заказы. Заказы делают. Почему делают заказы? Потому что на самом деле, если мы, вот обратите внимание, очень много школ по онлайн, сейчас вообще очень много, и этих звонков, которые смс-сообщение, очень много их не читает. Вы понимаете? Читать будут когда? Тогда, когда вы уже перейдете на четвертую ступеньку отношений с клиентом, и тогда они будут читать, они будут реагировать и так далее. Но вначале, честно вам говорю, вот лучше личный звонок, личный звонок, вот зная потребности клиента, и заказов гораздо будет больше, честно вам говорю. Поэтому вот здесь вот такой вот график, вот и результат вот как раз обзвона клиентов. Какие могут быть ошибки при работе с картотекой? Во-первых, неправильное заполнение карточек, потому что обратили внимание, да, вот я сейчас еще раз хочу сказать о том, что это важно заполнить правильно карточки для чего? Для того, чтобы вы как можно больше знали о своем клиенте, да, и в то же время, видите, как у меня вот здесь написано, да, что человек берет. Вот, например, он берет, да, там, допустим, коктейли wellness, да, два коктейля wellness, да, сам суп там и так далее. То есть я записываю. Или порошок, когда закончится, я уже знаю. И вот видите, как, зная потребности его, зная вот эти вот, видите, как вот здесь специально стикеры, да, вот которые можно отклеить, можно еще наклеить там и так далее. Поэтому зная неправильное заполнение карточек, это фиктивное заполнение, оно, в общем-то, честно говоря, уже не даст вам возможности заключить, в общем-то, чтобы клиент сделал заказ. Дальше. Звонки не вовремя, но это вы уже знаете, да, неготовность к будущим возражениям клиента, предложение не по потребности клиента, это, ну, это, наверное, самое основное, да, незнание выгоды ценности предлагаемого результата в применении, отсутствие подготовки к телефонному разговору, к беседе, отсутствие последовательности в разговоре, отсутствие грамотной речи и интонации, и ленность, и перекладывание на завтра, потому что это, наверное, одно из самых-самых таких грубейших, потому что мы, честно вам говорю, вот я, когда я уже давно, я люблю эту, вообще, эту школу, потому что сейчас я ее на Байкале буду проводить по клиентской базе, там уже с отработкой звонков, там все. И знаете, что самое, наверное, интересное? Вот разговариваешь, да, это классно, это здорово, ты сделала картотеку, у тебя есть картотека? Да я начала там-то. Вы знаете, что самое основное – это ленность. Лучше, быстрее зарекрутировать человека, да, подписать его, первый шаг стартовой программы, потому что там большие подарки, да, чтобы, в общем-то, этим замотивировать, и все, и забыть, и вот, а это же нужно работать. Но смотрите, эта работа, она дает великолепные результаты, правда, но это уже доказано. Поэтому так, что здесь обратите внимание на своих, в общем-то, привилегированных покупателей и поработайте с ними правильно. И самое основное – научите своих лидеров. Если вот просто садитесь с ними и вот учите их так, чтобы вот не то, что карточки заполнять, а разговор по телефону и так далее. Научите и отпустите. И обратите внимание, если на тысячи баллов лидер вышел и научился работать с клиентской базой, он не только сам, он и научит своих людей. И смотрите, у вас и квалификация пойдет, и товарооборот пойдет, и главное, что у вас будет хороший костяк людей, которые будут работать и без вас. Поэтому это очень важно. Но вот цель. Цель, да? Цель работы с клиентской базой. Она, видимо, измерима и достижима. Вот клиентская удовлетворенность. Ну, вы знаете, когда клиентская? Это когда четыре ступеньки, да? А первая ступенька – это у нас точность, доступность, сотрудничество и совет. Поэтому вот это, если вы правильно будете работать с клиентской базой, все, это клиентская удовлетворенность, и вы в шоколаде, потому что у вас великолепные будут, честно говоря, великолепные заказы, потому что вы уже не будете продавать там крем для ног или еще что-нибудь один, или, допустим, санитайзер. Вы уже будете программами продавать, потому что они будут доверять вам, и они будут уже вам постоянными покупателями, потому что вы не будете предлагать им, что попало, а именно будете работать с ними как эксперты и зная их потребности. Поэтому самодисциплина – сейчас еще переключу. Самодисциплина и планирование. Нужно научиться входить в ритм. Концентрация на задачах, рабочее место и время обзвона клиентов, потому что сами прекрасно понимаете, если там дети бегают, если у вас там, как говорится, куда-то торопитесь и так далее, лучше вообще с этим не связываться. Поэтому нужно, естественно, в общем-то, выбирать время, выбирать место, откуда звонить, а с другой стороны, вот это вот с картотекой ежедневная работа. Потому что мы, знаете, когда мы работаем, я обратила внимание, в последние дни все вот каталожный период заканчивается, вот с завтрашнего дня или с сегодняшнего уже начался обзвон, да, там ты-то и чего, как говорится, бери там продукцию, потому что у меня там баллов не хватает и так далее. Друзья мои, если вы будете правильно работать, и человек, ну ладно, он выручил вас, один раз взял, потом он вообще не будет или вообще не будет отвечать на звонки, потому что зная о том, что это вам надо, а не ему. Поэтому если вы ежедневно работаете, правильно работаете с клиентской базой, да, правильно, как говорится, это значит уже по тем, по карточке заполненной, зная потребности клиента, то значит с другой стороны уже у вас будут действительно вот эти вот заказы и нужно каждый день работать с картотекой. Не важно, я еще раз говорю, мы пришли в этот бизнес зарабатывать деньги, и научите людей зарабатывать деньги, работая с клиентской базой. Поэтому это тоже важно, но это не от случая к случаю. Мы часто еще раз говорим, это не последние дни, это нужно вот так вот, как я говорила, что зная потребности клиента, зная их возможности, да, работать, зная, когда у них какие юбилеи, даты и так далее. Вы знаете, как это классно, это вообще интересно. Это интересно, и с другой стороны, ну это не только интересно, но это же еще деньги, это наши деньги. Вы представьте себе, что вот когда эти клиенты, они, ну, на 50, на 100 баллов, да, на 80 баллов, а вы директор, 23%, вот посчитайте, сколько вы будете иметь, сколько вы имеете, да, от этого человека. Вот все, а их если 100, а если 50, да, вот представьте себе, что вот ваши деньги. Поэтому директора, это когда мы выходим на директора, вы прекрасно знаете о том, что это не только зарплата, да, но это еще и разные бонусы. С другой стороны, это еще и премии, поездка у нас в Турцию и так далее. Поэтому так, что в этом отношении, зная о том, что вы будете иметь, да, или человек, которого, лидера, которого вы ведете, что он будет иметь, он будет это делать. Если же не зная и не задумываясь, для чего вы это делаете, конечно, вы не будете это делать. Поэтому это тоже очень важно. Поэтому нужно работать ежедневно с картотекой. Дальше, нацеленность, на достижение целей, добросовестность, ответственность, надежность и чувство долга. Потому что это важно, самодисциплина и планирование. Потому что если этого нет, ну, тогда и не беритесь за это. Ну, и не надо вам это. И, в общем-то, у вас получается, рекрутируйте опять, рекрутируйте, бросайте людей. Они потом перейдут другим, тем, кто на самом деле будет с ними, в общем-то, уже, ну, на четвертой ступеньке, да, то есть в хороших отношениях. Ну, и анализы, мотивация. Очень я вот еще раз хочу сказать о том, что визуализация цели – это очень важно. Красочность картотеки. Почему я люблю свою картотеку? Потому что и людям все говорю. Потому что вот одно дело, да, когда вы имеете вот, ну, в электронном виде. Электронный вид – это я не знаю. Я потому что у меня и есть в электронном виде. Но когда у вас стоит красочная, красивая коробочка, где написаны любимые клиенты, где всякие наклеечки там и так далее, где вот эти комнаты, комната торжеств, там комната, как говорится, у меня есть комната специально привилегированных, да, клиентов и так далее, экстравагантные клиенты. Поэтому так что здесь вот те, которые уже руководители, да, руководители – это совершенно другое отношение. И когда я уже готовлюсь, да, к разговору с ним, с этим человеком, я уже настраиваюсь под него. Поэтому там красочность картотеки, когда она очень важна. И она у меня стоит на столе рабочем. То есть она перед глазами у меня. А когда в интернете ты заходишь, начинаешь листать эти простыни там и так далее, а здесь вот, пожалуйста, и перебираешь, когда уже такое ощущение, на самом деле, любви. И вот эта любовь, она энергетическая любовь, да, уважение к клиенту, она просто ему тоже передаётся. Поэтому, ну, это просто, ну, я говорю, что если вот это вот у вас визуализация, красочность картотеки – это любопытство. Любопытство – это когда вы будете знать более подробно о том, что же всё-таки волнует человека, что у него какие-то эти. То есть это же, знаете, как интересно. Потому что очень много того, что мы в соцсети, выкладываем соцсети там и так далее, да, вы зачастую просматриваете соцсети, в соцсетях на этого человека. И раз узнали что-то, и в свою карточку клиента записали, да, потому что, ну, мы очень много, что можно узнать из соцсетей. Поэтому, а это потребности, поэтому так, что это очень важно. Дальше. Отсутствие разочарования. Не надо думать о том, что у нас все прямо вообще, все вот начнут делать большие закупки и так далее. Вот сейчас посмотрите. Коронавирус. У многих там нет денег там и так далее. Поэтому они могут сделать закупку, но не такую большую. Поэтому так, что здесь не надо, не теряйте отношения с клиентами, да. Может быть, сейчас у него трудное вот такое финансовое положение. Но, с другой стороны, так и так. Он может порошок взять там, зубную пасту и так далее. Без этого все равно не обойтись. Поэтому так, что здесь это очень важно. Вот это вот чувство неловкости. Иногда, в общем-то, такое ощущение, что, а, у него все равно нет денег. Друзья мои, из копейки, да, складываются сотни и так далее. Поэтому так, что на самом, если у вас действительно будут такие хорошие отношения, человек будет и заказывать, и в то же время спрашивать. Вот у меня одна бабушка, она, знаете, звонит всегда и спрашивает, Любочка, милая моя, когда на Доброген будет скидка? Когда будет на Доброген скидка, мне позвони, пожалуйста. И я, как на Доброген скидка, я звоню ей. Она сразу на всю пенсию покупает. Четыре Доброгена для себя и для мужа. Поэтому, видите как? Да не важно, я знаю прекрасно ее финансовое положение, но также она меня любит. Она готова там из дачи своей принести все, что, как говорится, там есть и так далее. Почему? Потому что у меня очень хорошее отношение. Я знаю ее потребности. Я не навязываю того, что, как говорится, может быть, она не в состоянии купить. И поэтому так, что, ну, с другой стороны, она сразу делает очень хорошие закупки, когда я предлагаю ей то, что ей надо. Ну, вот калаш мечты. Калаш мечты. Вот у меня есть дневник, где я конкретно пишу уже, что купил, когда купил, когда следующая закупка там и так далее. И также это в картотеке у меня есть. И, в общем-то, в калаше я, что я хочу. Потому что подводится в дневнике, я подвожу итоги, сколько закупок, да, сколько сделано закупок, какая была мечта и сколько, в общем-то, денег, в общем-то, ну, принесет мне, да, как вот директору, а уже принесет мне вот этот вот, ну, вот этот заказ. Поэтому это очень важно. Поэтому дневник, калаш мечты – это здорово. А зачем калаш мечты, друзья мои? Калаш мечты, он нужен для того, чтобы мы знали, для чего мы работаем с клиентской базой. Потому что если ты не знаешь, для чего, думаешь, а, да ладно, заполнять эти карточки, там клиента работают, там с клиентами, там и так далее. Поэтому то, что, видите, как, и тогда это не будет вам приносить удовольствие. А когда вы знаете, для чего, когда вы рассчитали это все, когда вы подсчитали, вам сколько нужно уже таких довольных клиентов, какой товарооборот и так далее, и тогда вы уже знаете, что у вас приближается, ну, Турция, допустим, да, у вас приближается то, что вы какую-то покупку там сделаете. И, ну, и знаете, самое основное, наверное, нам нужно задумываться уже о квалификации, потому что мы пришли в наш бизнес для того, чтобы иметь пассивный доход, чтобы у нас были люди, которые без нас, чтобы они работали. Вот я выезжаю, да, с семьей мы выезжаем в другие страны, мы выехали в другие страны, а без нас, без меня здесь работают, товарооборот, деньги я вот в тот раз получаю, там, 330 тысяч, да, а муж мне говорит, вот, видишь, без тебя-то еще лучше, без тебя люди работают, видишь, какие ты, как говорится, пока тебя не было, то он еще и премию получил. Поэтому так, что здесь вот как раз, если вы научите работать с клиентской базой своих людей, и я их можно еще раз хочу сказать, что это любого человека можно научить с клиентской базой, вы будете в шоколаде. А потом они станут директорами, они также научат своих людей работать с клиентской базой и все. И вам, если честно говоря, вот это вот даст возможность вам не только стабильности, но и роста, и роста своих лидеров, роста квалификации, роста товарооборота и, в общем-то, денежного вознаграждения. И поэтому и следующее. Работа с картотекой – это удивительно интереснейшая игра, если играть в нее по всем правилам. Поэтому так, что просто я хочу вам сказать о том, что, конечно, все зависит от нас. Вот я сейчас посмотрю вопросы от него самого. Так, у меня слайды не меняются. А, от боли. Ага, ну все. Поэтому я хочу сказать о том, что, дорогие мои, работа с клиентской базой, она требует устичивости, она требует желания. И самое основное, нужно понять, для чего вам это надо. Но я просто вам рекомендую, советую. Ну, возьмите трех человек, научите их работать с клиентской базой, влюбите их вообще вот в то, что они делают, то есть в любимых клиентов. Посмотрите, что будет происходить. И вот я еще раз хочу сказать, почему название вот этой школы – это за три месяца статус директора. Может быть, кто-то из вас уже не может, а есть те, которые директора сами. Значит, если вы вырастите новых директоров, у вас вы будете уже непосредственно серебряный директор, золотой там и так далее и тому подобное. И самое основное, вы сами поймете, что это гораздо эффективнее, чем просто рекрутировать людей, рекрутировать, рекрутировать и бросать. Потому что это намного, 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 в общем-то, действительно эффективнее. И я просто еще раз, я хотела сказать вам о том, что есть великолепный продавец, да, вот Джо Джирер, по-моему, так правильно, если я не назову это, который внесен в Канегурии кортов Гиннесса, который имеет два экземпляра картотеки. И они у них, у него хранятся в сейфах. Один в сейфе дома, другой в сейфе на работе. Поэтому так что вот и обратите внимание, если такой человек, который, в общем-то, действительно, ну, самый лучший продавец мира, который имеет картотеки, а почему бы вам не иметь? Поэтому я советую всем. Это можно сделать по-разному. Но честно вам говорю, можете в онлайн сделать, да, и обзвоны в онлайн там и так далее. Но вот если вы научите своих людей, простых людей, которые там не гонятся за огромными там деньгами и так далее, вот работать с клиентской базой, уверяю вас, у вас все будет классно. Вот. И поэтому будете вспоминать. У меня одна женщина, она говорила о том, что она вышла тоже за два месяца, она стала старшим директором, а она выходила на сцену и говорила, это благодаря работе с клиентской базой, которой я научилась, вот с клиентской базой, которой я научилась на Байкале. Поэтому, в общем-то, я просто советую вам вот это сделать. Теперь задавайте вопросы, я вам буду отвечать. Вопросы есть? Вопросов нет. Если замечательно, вопросов нет. Поэтому все вот эти вот, если кому нужно будет, все вот слайды, да, вот эти все непосредственно такие картинки мои, да, все это есть, потому что эти макеты я заказывала в типографии, потому что это мне нравится вообще, правда нравится, потому что это интереснейшая игра. Поэтому, так что здесь, в общем-то, все я могу вот это вот отправить для того, чтобы вы точно так же, даже уже макеты есть, заказали в типографии. Научите своих людей. Все, огромное вам спасибо. И, в общем-то, желаю вам влюбиться в своих клиентов, да, сделать их любимыми клиентами и дойти до четвертой ступеньки общения с ними. Удачи всем и спасибо огромное. Всего самого-самого доброго и хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok